Вот здесь на перехват пошел, да? И очень заранее это сделал. Ух ты! Вот это момент! Здравствуйте, уважаемые друзья! Говорит и показывает Омск, G-Drive Arena и полтора десятка минут остается до начала матча между Авангардом и Металлургом. Предпоследняя встреча между соперниками в регулярке. Нет, у нас был ударный цикл, который мы успешно провели и сейчас команда потихонечку выходит из-под нагрузок. Довольны вы этим процессом, как команда выходит в целом состоянии игроков? Ну, каждый хоккеист это по-своему воспринял, вернее, его организм по-своему воспринял эти нагрузки, поэтому кто-то быстро отошел, кто-то помедленнее. Вот глядя на игроков, как считаете, удалось избежать вот такой психологической, может быть, ямы после двух поражений на выезде? Это, я думаю, конечно, новая игра, новая обстановка, мы дома, поэтому, естественно, нужно позитивно настраиваться на каждую следующую игру. Ну, Адамил Айюров был нацелен на болото, а именно его шайба за, как там, забыл десятую секунду до финальной сирены, перевел встречу в увертайме, в котором мы не так уж принесли мячам поражения и взяли раньше, тем самым, за поражение, как раз у себя дома тоже в увертайме уступили с 3-4. Маша встреча стартовала, Шайба задержалась на дальнем борту, Чистяков от синий, бросок мощный, подставление, добить бы под дальнюю штангу не удается завести Шайбу, и успевают манитокорцы, еще бросок, это уже ритм душей со своей коронной точки от кола. И только с помощью проброса разряжает манитокорцы остановку, да, там отскок, конечно, для вратаря такой, что не позавидуешь, и успел своим щитом сработать Илья Набоков. И вот уже Яраскин, Гребенкин, маленькая электростанция, и что мне показалось даже, что шеф в воротах поплавал, но... Мне, кстати, тоже показалось. Ну, давайте, но это и есть просмотр, в конце концов, технические возможности современных трансляций настолько превосходят те, что были еще 10 лет назад. Потому что остановок, опять же, нет, и 4.40 уже без пау длится этот отрезок, Гололопов бросает, потому что отбил, Чистяков почистил на дальнем пятаке. А вот здесь Верба накатил, но появление Марка Верба. Отмечаем, и с Холодилиным и Еновым. Марк, Марк, он сам туда придет. Минулин. Вот здесь на перехват пошел, да, и очень заранее это сделал. Ух ты, вот это момент. И здесь спунер, как за спиной Ткачева, спрятавшись, добавлял аккуратненько. И мне кажется, именно целью Райан под ближнюю штангу, под дальнее подножение к себе шагу отправит, чтобы Набоков уж точно не разглядел. Ну, какой же Ткачев красавица. Вот что он сделал. Джонсон выигрывает к своему лицевому борту. И смотрите, что получилось. Не только один бросок, но и попытка второго состоялась. Вот вроде и выиграл, да? Как это с точки зрения статистики рассматривать? Выиграл же Джонсон. Ам, нет. Момент возник у Авангарда. Хорошо, что ты сказал. Амичам тоже большое спасибо за поддержку. Это прекрасный город. Здесь очень классно играть, тем более на этой трибуне. А игра? Игра крутая, классная. Надеюсь, мы забьем первым и доведем эту игру до победы. Юра с шайбой уже в углу Омской зоны. Передача по плангу на Гребенкина. Возврат на Юрова. Здесь молодые нападающие Металурга. Друг с другом сыграли здорово. Еще и передача от Гребенкина в сторону на Яков. Гребенкин прикрался под ближний круг вбрасывание. Но не получилось оно. И вот шикарная передача. Но! Ух ты! Подставление. Иван Николишин открывает счет в матче. Мурылев делает последнюю передачу. От которой Николишин не отказывается. И по-джентльменски благодарит каждого из своих партнеров. Ну а сейчас поедет принимать поздравления от других джентльменов в красно-черно-белой форме. Как минут 32 секунды позади во втором периоде. И открывается счет. Так, проброса не будет. Можно продолжать играть. Хомченко на выходе из ворот. Катнул шайбу по стеклу. А там прижался плотно к нему Архидни. Николин бросил. Вот это бросок. И надежно прикрывает Павел Хомченко ближний угол своих ворот. А с другой отдохнул, перезагрузился. И вот во всей своей красе. Ух ты! Вот это да. Да, это кого там Минулин отправил? Игумнова решила Арцем Минулин ускорить с подписанием возможного контракта с Вагнитогорским металлургом. Железного первого номера. И Мишурову, и Проскурикову и Хомченко в одинаковой степени тренеры доверяют. И здесь кто-то выбывает, кто-то наоборот возвращается в заявочку. Но вот Комченко сегодня как раз вернулся в основу авангарда. Вот это не самый убойный был момент из тех, что возникали у Дениса Зернова за последние несколько матчей. Надеялись на одного за... Ух ты! Ну-ка, смотрим Юра! Переиграть Комченко не удается Даниле. А моментич это был очень горячий. И ставит корпус Джонсон, но справляется Байков. А вот момент! И что творит? Да, здесь судья немножко помешал. Но какие шансы были у металлурга сейчас? Впрочем, еще ничего не закончилось. Магнитогорцы на исходе 56... Конечно, 6-й. Забегая вперед, бросают! И Комченко срывает не просто аплодисменты, а настоящую овацию трибун G-Drive-арены. И теперь, пожалуй, уже, если не допустят ошибки игрок металлурга, да, вряд ли что-то в этом периоде произойдет. Все, последнее мгновение и времени на последнюю атаку авангарда уже не хватило. Этот качер так попробовал ускориться, но, тем не менее, сирена... Александр Петунь, нападающий металлурга, прокомментирует 40 минут игрового времени. Как оцените игру вашей команды? Ну, равная игра где-то нам не хватает. Нужно забить гол, переломить игру. Считаю, что играют две равные команды. Хочу добавить. Передача по синей линии. Вовшенко закрыл зону. И бросок от Карпова с острова, с островатого угла состоялся. Но, тем не менее, тут оперативно разыгранная шайба. И еще один бросок с той же позиции примерно уже от Яковлева. И потенциально существовала опасность контратаки. А от Магнитки, и вот момент Шопяна. И браво на боков Илья. Просто красавица в этой ситуации. С двумя убойными моментами справился молодой голкипер Магнитки. Чмыха. Передачу от Бойкова принимает. Пас на дальний борт. Прохоркин раскачивает. И передача заползает шайба от Холодилина. И момент, созданный, по сути, Николаем Прохоркиным, который выдержал на линии от Орехова. Доставка на Питаке. И вот то, что не удавалось и мячам долгое время, сейчас в итоге реализуется. Можно только посочувствовать Илье Набокову. Он сделал все, чтобы этот гол не состоялся. И вот все началось с диагонали. На Прохоркина. Но игра тем не менее продолжилась. И Николишин уже посматривает, где там Жафиарова. Подключает Игунова. Чмыха бросок 3-0. Артем Чмыха поднимает на уши G-Drive в арену. 4.37 до конца третьего. И... Рано, конечно, говорить. Мы помним одну десятую долю секунды, но мячи делают серьезную заявку. Ну и вот приближаемся мы к результативности предыдущих матчей. Минулин закрыл ближний борт. Наброс шайбы. Что там, штанга или Хомченко? Шайба попала снова. Слушай, мне кажется, ночной упорой Павел Хомченко пришел вчера и поколдовал изрядно. Борьбу... Наслать его. Да, борьбу, борьбу пас Люк Джонсон. И... Пошел Рома Канцеров на пятачок. Джонсон объезжает ворота, бросает и... Забивает Люк Джонсон. Ну вот. Задышалось чуточку полегче. Гостям, но 101 секунда. И опять концовка. И опять концовка. Но дефицит огромный. Будь вот эта все та же одна шайба, которая составляла преимущество мячей перед началом третьего отрезка. Все могло быть совершенно иначе. Ну или даже две. Первый в составе омского авангарда. Бросок. И... Здесь все Хомченко отбил перед собой. Но это для них уже не имеет почти никакого значения. Разве что... Да, разве что мог сорваться сухарь Хомченко. Но он, похоже, все-таки состоится. Бросок. И... 3-0 победа авангарда. Действительно, сухарь Павла Хомченко, который этот самый сухарь дарит сегодня Адамеру Шеребзянову. 300 игр в КХЛ. Михаил Коровец в свой юбилейный матч одерживает победу. Ну, счет, скажем так, неважный. Вот. Но мы ни в чем не проиграли сопернику. Создали очень много моментов, да, которые надо было реализовывать. Вот. Ну и плюс нейтрализовали первое звено. Я тоже считаю, это не так плохо. Вот. Ну, еще раз повторю, надо забивать. Михаил Коровец, главный тренер авангарда, подводит итоги матча. Михаил Григорьевич, ваш комментарий. Казалось бы, не оптимальный состав, но при этом результат мы слышим. Ну, значит, оптимальный состав, раз он победил в этой ситуации. Ну, конечно, во-первых, после проигранных двух игр на выезде мы сегодня должны были реабилитироваться. Ну, я считаю, что сегодня помогло еще, что у нас два дня рождения сегодня. Сегодня 17-е число, 17-го дня рождения. У меня 300 игр в КХЛ. Ну, и, конечно, очень здорово отыграл ворота. Классный подарок нашим ребятам, у которых день рождения. Шарфи, капитану и Сергею Евгеньевичу. Еще раз давайте поздравляем. Установили вы, несмотря на всех, кто, как бы, в кавычках болеет за нас, рекорд 200 шайб. Это новый рекорд авангарда в регулярном сезоне. АПЛОДИСМЕНТЫ И Дамир Джофферовс, 300 очков в регулярном. Правильно, Боярдин? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и еще от себя просто красавцы. Отличная игра. Все сделали как нужно. Без ошибок не бывает. Но виден рисунок, виден смысл. Друг другу помогали, друг другу выручали. Идеально не могу сказать, но на пятерочку отлично. Молодцы. Красавцы. Всех спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У нас уже дойдет, если не три с каждым членом. Прекрасно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 200 И кубер, вверх, вверх. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня многое место, Паник, по-моему, отрекает. Парк, по-моему, отрекает. Красавцы. Все вклад. Пашка, как учал в роду сегодня, да? Отдам человека, который будет важным ключом в нашей команде в плей-оффе. Д ster. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня много, кто... Точнее не много, все красавцы. Кто играл, кто не играл. П保шка в зверь... Переди главная часть. Осталось совсем немного. В меру отдохнуть, в меру поработать. И чтобы все подошли вплош. Хорошим настроем, хорошими кондициями. Поэтому только вперед!